Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я в разводе, есть ребенок, общаюсь с молодым человеком, но у нас долгое время не получается встретиться. Мне зачастую не с кем оставить ребенка, с собой врать не считаю правильным, работаю каждый день до шести. По выходным с ребенком мне и не особо хочется с кем-то проводить время, но с другой стороны, обновь быть уже устала. Как бороться с собой? Смотрите, здесь в первую очередь бросаются в глаза проблематики личных границ. То есть, вы как будто бы привязаны к ребенку. Это первое. Вы действительно правы в том, что может быть брать его с собой не стоит. Хотя это зависит от общения с мужчиной и так далее. Здесь момент в том, что если ребенок может быть один, пока вы работаете до шести, то он может быть один и в принципе и в другое время. То есть, причина, по которой вы не можете его оставить, не совсем ясна. Дальше вы говорите про развод. И развод это травма. Психологическая травма, которую нужно прожить, потому что это потрясение. Это определенная болезненность, это определенные чувства, которые у вас есть. И которые вполне вероятно пока что выхода не находят. Дальше вы пишете, что общаетесь с молодым человеком, но у нас долгое время не получается встретиться. Мне не особо хочется с кем-то проводить время. Здесь хочется спросить следующее. Очень часто человеку не хочется проводить время с кем-то из-за страха. Например, осуждения, неразделенности. Идеализации, ну, идеализации прошлых отношений. Когда человек, выстраивая новые отношения, пытается построить отношения те же самые, что у него уже были. То есть вам не хочется проводить время с кем-то из какого чувства, из чего, как вы к этому приходите. Это вот такой момент очень важный. Еще один очень важный момент заключается в том, что вы общаетесь с молодым человеком, со своим. Что между вами общего, вот, ну, то есть просто вот, что общего, что вас объединяет, что вас связывает. Видите ли вы в нем только мужчину, или видите ли вы в нем личность? Видите ли вы в себе личность? Или видите только женщину? Вот. То есть, какого рода это общение? Дальше. Вы пишете, что устали быть одна. Одиночество — это чувство некоторой неразделенности. Это чувство некоторой изолированности. И соответственно, я бы сказал, что это нужно корректировать, что вы чувствуете себя изолировано, это можно и нужно корректировать. Если вы хотите, конечно, потому что чисто фактически вы не одна. Ну, формально вы не одна, но совершенно очевидно, что вы чувствуете себя таковой, вы чувствуете себя одинокой и связано это с тем, как вы обращаетесь со своими эмоциями, со своими переживаниями, так скажем. Вот. И именно то, как вы с ними обращаетесь, значит, даёт чувство одиночества. Вот. Далее вы пишете, как, значит, вы пишете про борьбу с собой, вы пишете как бороться с собой. Давайте немножечко, может быть, попробуем сформулировать это более чётче. С чем именно бороться вы хотите? Ну, с собой в смысле. Вот. То есть с чем именно борьба с собой вам нужна? Вот. То есть бороться с одиночеством или с нежеланием там одной быть? Или что? Просто здесь вот как раз, ну, не очень понятно, как будто бы, что именно вы подразумеваете под борьбой с собой. Вот. Вот как-то так, я думаю. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.